На российском примере мы сейчас видим, как сталкиваются старая мораль и новая мораль. Когда-то мораль не менялась тысячелетиями, потому что мы жили в аграрном мире, в хозяйственной цивилизации. Лет 200 назад, когда началась промышленная революция, бурное развитие науки, медицины, начала меняться и мораль. Просто потому, что поменялись технологии, а новым технологиям нужен новый оператор, новый человек. И этот человек, естественно, появился. Он более толерантен. Если когда-то мазали девки, которая не уберегла честь ворота, дегтем, то теперь добрачный секс считается нормой, а ненормой считается сберечь свою девственность до свадьбы. Это практически аномалия по сегодняшнему времени. Точно такой же катарсис, я бы сказал, человечество переживает и по поводу однополых браков и гомосексуализма. Гомосексуалистов там от полутора до четырех процентов всего-навсего. Но какой кипиш, какое возмущение, какой бурь эмоций, восторгов и ненависти вызывает эта тема. Кажется, она волнует всех. Вот еще где-то год или полтора назад это не волновало практически никого. И вдруг что такое? Потому что дело в том, что гомосексуалисты – это лакмусовая бумажка, это пробник, который вы опускаете в кислоту, в воду или в щелочь и видите по изменившемуся цвету, в какую среду вы опускаете. Если среда реагирует бурно, то она, значит, очень агрессивная, эта среда. Вот наша среда реагирует, конечно, не так бурно, как какая-нибудь мусульманская среда реагировала бы, где до сих пор убивают людей, побивают их камнями за какую-то ерунду в сущности, за супружеские измены. У нас общество, конечно, более продвинутое в западную сторону, потому что волна фазового перехода несет нас чуть впереди, чем мусульманские страны. А перед нами так называемый развитый Запад, где совершенно спокойно смотрят на проблему по факту. Вот этих вот однополых браков и отношений никто не призывает никого убивать и даже, как ни парадоксально, не призывают отменить эти однополые браки. Ведь вся буча, которую мы видели по телевидению во Франции, которая разразилась по поводу вот этого вот закона Оланда о легализации однополых браков, она ведь разразилась не потому, что французы против однополых браков. Они у них были и так. Фактически они были легализованы. Тут уже, в отличие от России, разговор идет не о самом факте, а о названии, уже только о названии. То есть о смысле слов. Оставьте нам наш брак, о себе вместо слова брак возьмите те самые гражданские отношения или гражданские союзы, которые вы и до этого заключали. То есть вопрос идет о чистой вкусовщине, о чистой вкусовщине. Думаю, что Россия тоже к этому придет когда-нибудь. Как я уже говорил и говорю часто, наша страна встает на два поколения в своем цивилизационном развитии от стран Запада. Мы не избегнем непризнания гомосексуализма, мы не избегнем отмене этого идиотского мизулинского закона, принятого нашими депутатами, которые вообще в последнее время в разнос пошли уже. Мы не избегнем даже легализации однополых браков. И еще какое-то время поговорим о том, как их называть. Вот и все. Спасибо.